Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Hypersex или что-то типа того. Это не вторая часть, это не продолжение, хотя, хуево, знает, потому что они как-то связаны. Игры под названием 60 секунд или 60 секунд, она была довольно веселая, прикольная и забавная. Там мы пытались выжить после какого-то ядерного катастрофического взрыва. За 60 секунд нужно было собрать себе необходимые припасы и потом с помощью них попытаться выжить. Здесь, собственно, делается все точно так же. Тоже есть минута, тоже на сбор припасов, только здесь. Необходимо выживать в космосе, это, соответственно, накладывает какие-то свои, наверное, приколюхи. Давайте я куда-нибудь нажму, например, на компьютер. Добро пожаловать в программу Астрогражданин. Пожалуйста, измените настройки кабины для обеспечения комфорта во время пребывания на космической станции. Согласен, все нормально, меня все устраивает. Так, выберите кадет программы Астрогражданин, DD или M-MED. Я дожди, а кто, а в смысле, я за кого играть буду? Давайте я поиграю. За мужчинку. Космические учения. Тревога. Ядерный апокалипсис неминуем. Выполнение приказа 1961. Включен новый протокол. Действуйте в соответствии с чрезвычайной ситуацией и приготовьтесь к ядерному удару. Окей, окей. Короче, 60 секунд. Собрать всякого барахла и потом попытаться выжить или что-то вроде того. Игрушка появилась у меня еще за день или за два до выхода, но бляха до нее никак руки не доходили, потому что тут то то, то это, то сейчас, то вот тут потом. В итоге только, вот, короче, вот сегодня она, типа, выходит. И то она выходит, по-моему, кого-то сместив. Ну да ладно. Ладно, не страшно. Так, все замечательно. Добро пожаловать на космическую станцию Икар-13, астрогражданин. Окей, это бегать. Это взять суп на какую кнопку? На пробел, допустим. На пробел теперь, значит, нужно куда-то в лестницу найти. Что значит лестница? Кидайте его, спасательный шаттл. Кого суп? Это шаттл? Так, подожди-ка. Я не понимаю. Мне нужно собрать все, что можно собрать, что ли? Хочешь, я тебя кину, спасательный шаттл? А как в него зайти? Ебал, вот это загвоздка, да? Подожди-ка, в той части был не так. Там нужно было это как его, по дому быстренько бегать, быстренько собрать, потом выживать. А, вот спасательный шаттл. Окей, допустим. Ага, кинул. Хорошо, найдите какие-нибудь медикаменты. А, ну это без проблем. Бляха, муха, ты издеваешься? Это нужно здесь прям так много бегать и так много прям собирать медикаменты. А как они выглядят? Здравствуйте. Медикаменты выглядят как аптечка, наверное. Бэнш, ну надо все, короче, высмотреть. Че как, че понять, че зачем, пистолеты, хереты. Ха-ха, ничего себе. Так, это торты, это какой-то неадек... Бля, вот этого товарища я с собой брать не хочу. Здесь у меня столы. Это вся моя команда, да? В прошлой части у нас была семья, то есть мать, отец, сын и дочь. В этот раз у нас будет какая-то неадекватная команда, не пойми кого. Хорошо, так, медикаменты. Медикаменты... А их тут реально нет. Подожди, а как я их буду находить, если их просто тупо в игре нет? Что за бредни такие? А, вон валяется, все вижу. Вон валяется... Ага, все, понимаю. Ну-ка, не, наебать, на раз прятали, позапрятали по разным сторонам. Попробуй тут где-нибудь обнаружить, что-нибудь найти, что-нибудь вообще, возьми с собой. Допустим, взял медикаменты. А как их менять местами-то? Найдите руководство. Да ты, бляха, издеваешься. Руководство, это что, книжка? Обычная книжка? Да. Вот оно. Нет, не оно. Подожди, а какая книжка должна быть руководством в этом... А в этой огромной куче... Вот она. Она. Окей, в шаттл. Возвращайтесь к спасательному шаттлу. Допустим. Найдите ресурс для изготовления предметов. Подожди, это тупо обучение сейчас идет, да? А это же не прям 60 секунд мне дали, и типа я вот так вот играю. Вот ты, да? Ты, да, окей, это ты. Положительный свой спасательный шаттл. Без проблем. То есть за раз я могу таскать четыре руки. Допустим, бросил. Найдите другого члена экипажа. Хорошо, допустим. Ага, взял. Взял. Помогите коллеге спуститься в люк. Давай пиздунь. Окей. Тревога. В смысле? А что остальное-то как? Пойдешь со мной? Так, ты не берешься. Обнаружена приближающаяся ракета, висоткий риск столкновения. Поэтому я ухожу, да? Хватайте кого и что? Можете у вас есть... А, все, окей, поехали. Твою мать, а что раньше не сказали? Вы что, бляха? Четыре человека. Ладно, поехали. Четыре человека. Раз. Окей, быстренько сюда. Сюда. Что это? Не знаю. Возьму супцы. Херопцы. Надо было взять попить. Так, пистолет. Пистолет не влазит, серьезно? В пистолете нужно два предмета, судя по... Две руки. Хорошо, быстрее. Пистолет пригодится. Я не знаю, для чего будем отбиваться от космических упырей. Так, спокойно, что такое? Не берется, почему? Почему не берется, блядь? Что за херня? Так, уточки, херюточки, что это такое? Ага. Ботинки, скотч. Скотч возьму нормально, в шаттл. Я взял носок. Зачем то? Зачем я, блядь, взял носок? Ты издеваешься? Нахрен мне нужен носок. Прекрати. Сюда, допустим. Так, поехали в этой стране. Возьмем вот этого члена экипажа, спокойненько. Иди сюда, член экипажа. Сука, собака. Да вот этого возьми, блядь. Как его? Почему он такой? Как выкинуть что-то хуйню? Да он не берется, все, пиздос. Он не берется, я тебе реально говорю. Пиздос, не успели, не успели. Да возьми ты вот... Быстрее. А самому-то надо, нет? Все, отлично, прыгнул. Без паники. Никакой паники, совершенно верно. Ты хоть раз панику во мне вообще видел? Хоть раз замечал? Одолел одиночество в космосе? Познакомьтесь со своим новым лучшим другом. С гордостью рекомендована медицинским штабом программы Астрогражданин. Кукла из носка. Хорошо, допустим. Что, загрузка? А, это загрузка. Астроситизен, ну конечно же загрузка. Я не заметил, я и не узнал. Но нет полоски вот это, знаешь, показывает, что что-то грузится, поэтому я немножко растерялся. День первый. Ну да, по внешнему виду это примерно так же, хорошо. Значит, мы вот этот. Эммит Элис, экспериментатор. Тони Томпсон, никто. Диди Докинс, совершенно верно, тоже никто. Скотч, руководство по выживанию. Что делать? Просто ждать. Лампочка пришла. Ой, подожди-ка. А, здравствуйте. Компьютерный ассистент Астро на службу прибыл. Вы должно быть Эммит, верно? Рада сообщить, что, судя по вашим действиям, во время побега вы идеальный кандидат на должность капитана этого судна. Добро пожаловать на борт спасательного шаттла, капитан. Позвольте принести вам извинения от лица тренов программы Астрогражданин за малюсенькие неприятности, из-за которых вас зашвырнуло за 60 парсеков от земли. Парсек от субсего расстояния. Рекомендуемый порядок действий. Найти безопасное место для приземления и попытаться установить контакт с окружающим миром. Чтобы получить дальнейшие указания, пожалуйста, запустите главный компьютер. Он находится в центре шаттла. Следуйте обычному протоколу продовольствия и накормите свой экипаж. Вперед, капитан! Хорошо. Так, главный компьютер. Капитан, все начинания Астрограждан требуют воодушевляющей речи от командира корабля. Не буду вам мешать. Экипаж наблюдает за вами с тревогой. Пора вам показать свое настоящее лицо. Итак, наконец-то вы сможете показать, каким капитаном вы стоите в этом невероятном путешествии. Какого рода речь вы произнесете? Ловкая? Интеллектуальная? Или сильная? Ну сейчас нам нужно взять за яйца стальной ручище всех, кто здесь есть, и сказать Нормально все будет, блядь! Вот так. Вот так пойдет. Окей. Нет? Решение принято. А, окей. И что дальше? Так, информация о выдаче пайков. Ваш выбор. А, это типа я закончил? Подожди-ка, кому что выдать? Нет, все окей, готово. Все, я помню, как это работает. Я уже разоброс, как это делается. Мы типа в этом меню раздаем пайки, даем речи. Сильный капитан. Именно то, что нужно этому экипажу. Жаль, что ваша демонстрация силы ограничилась тем, что вы пригрозились есть весь суп в одиночку. Если вы хотели расстроить или на смерть перепугать свой экипаж, то вы своего добились, капитан. Они явно огорчены. По-моему, я даже зарегистрировал чьи-то слова о прыжке наружу из шлюза. Да в смысле? Вы чего? Это что такое? Ой, блядь. А, да ладно, это меню. Нихера себе. Задача капитана. Примите пять удачных решений, касающихся характеристики интеллект. Найдите подходящее место для приземления. Так, Эммет это описание наших людей. Нихуня себе. Эммет Эллис. Ловкость. Гибкий. Интеллект одаренный. Сила слаб... Ааа, ну конечно. Несмотря на блестящий ум Эммета, всегда недооценивали. И не понимали его сверстники. В поисках научных проблем и в попытке сбежать с неблагодарной работы учителя химии... С неблагодарной работы учителя химии... Он записался в программу Астрогражданин в надежде на то, что благодаря ей он наконец-то заработает уважение и признательность которых заслуживает. Задача капитана. Примите пять удачных решений, касающихся характеристики интеллект. Покажите, на что вы способны как ученые и заслужите должное уважение. Экспериментатор. Бонус к ресурсам. Вы продолжаете доставать ресурсы из карманов. Хорош. Так, Диди Докинс. Ловкость проворный, интеллект обычный, сила обычный. Бывшая спортсменка-юниор, чья многообещающая карьера закончилась из-за невовремя случившейся травмы. Повзрослев, она пытается начать новую жизнь, но реальность отличается от ее ожиданий. Она вступила в ряды астрограждан в надежде вновь проверить себя и наконец-то стать чемпионкой и осуществить свою мечту. Том Томпсон. Ловкость обычный, интеллект умный, сила в форме. Первое впечатление, которое у всех складывается о Томми Томпсоне, майор-орденоносец. Храбрый и смелый, видавший вида мужчина. Том, щеголяющий пиратской повязкой на глазу и когда-то пышной шевелюрой светлых волос, верит, что все мечты сбываются. Его можно считать воплощением американского героя. Вот только все это неправда. Окей, допустим. Так, капитан. Очень важно следить, чтобы вы и ваш экипаж хорошо питались. Одной порции вкуснейшего консервированного супа хватит, чтобы поддерживать силы человека на протяжении нескольких дней. Того, что вы забрали с космической станции, хватит только на время. И поэтому жизненно важно следить за состоянием припасов. Если, конечно, не хотите съесть своих коллег. Ха-ха, шутка. Пожалуйста, оцените ее и посмейтесь. Смотрите-ка, мы уже сблизились. Ближе прям некуда. Кто поведет... Кто проведет очередную проверку припасов? Единственное требование знания несложных математических действий. Я понимаю, что, возможно, многого прошу, но у меня я хорошее предчувствие насчет этого экипажа, капитан. Давайте вот этого восставим американского героя, пусть он этой хуйней занимается. Допустим. Так, раздать супца. Раздать супца, наверное, всем нужно чуть-чуть. Хотя не факт. А что такое? А у меня только один носок. Ну, давайте, я не знаю. Блядь, давайте всем по супу ебанем. Хотя они же еще не голотают. Подожди, какой нахуй суп? Отстаньте. Они еще не голодают. Рано еще. Вот когда начнут загибаться, тогда мы подумаем насчет открытия единственной одной, например, баночки. Хорошие новости, капитан. Этот шаттл был заранее обеспечен аварийным запасом продовольствия. Используйте его с умом. Плюс супец. Очередная проверка припасов закончена, и... Ничего не сходится. Была допущена ошибка. Вот что получается, когда веряешь людям математические расчеты. Минус суп. Ммм, части припасов не хватает, и в настоящее время на борту находится следующее количество банок с супом. Семь. Еды, которую вы собрали на станции, более чем достаточно. Пока что. Только не съешьте все сразу. Хорошо. Так, тут то же самое. Тут все, ничего не меняется. Это статистика. Хорошо. Закрыть панель. Так, пока это... Капитан, ремесленный модуль, который находится за кабиной, доступен. Вы, возможно, помните, это с тренировочного курса программы Астрогражданин. Это современное устройство позволит вам создавать что угодно. Почти из ничего. Вам потребуется немного минералов, химикатов или энергии. Используйте их, чтобы создавать предметы, перерабатывать или чинить свои вещи, а также улучшать предметы и системы шаттла. Хорошо. Правда, я нихуя не понял. Так, все пока живы. Ага, все окей. Раздать всем суп. Это что значит? Что это значит? Никому нахуй не раздам. Так, голод окей, здоровье, раздать соблю какие дисциплины окей. Все нормально. У тебя что? У тебя тоже все нормально. А у меня что? А у меня прям тоже заебись. Ха-ха, в смысле? Хорош, окей. А что, зачем-то нам ничего делать? Никому не знаю. Все чувствуют себя лучше некуда. Вот, ну серьезно. Они так себя еще никогда не чувствовали, как чувствуют сегодня. Зачем я им буду что-то раздавать? Капитан, я вам уже говорил, что я привела в действие ремесленную систему изготовления предметов в задней части шаттла. Пока что она просто стоит и пылится. А, мне нужно забыло самому что-то тыкнуть. Вот эта хуйня, все понял. В отличие от более крупных кораблей, у этого шаттла нет электромагнитной защиты. Проще говоря, он не приспособлен для длительных космических путешествий. А значит, существует определенный риск, в особенности для вашей кожи. Помните, в детстве мама всегда просила вас наносить на... О, это... Помнить, помните? В детстве мама всегда просила вас наносить на пляж в защиту от солнца. Сейчас шанс получить солнечный ожог гораздо выше. Ведь здесь вас защищает атмосфера... Ведь здесь вас не защищает атмосфера. Не хочу показаться навязчивой, но у нас в аптечке есть солнцезащитный крем. Не будете ли вы так любезно его нанести? Пожалуйста! Блядь, ну давай! Ладно, хуй с ним. Так, допустим, здесь у нас что? Что бы вы хотели сделать? Изготовление предметов, переработка, модернизация и отремонтизация. А что мы можем изготовить? Это что такое? Артефакт. Коммуни... Коммуникатор. Окей, переработка. Суп в плюс 10 минералов. А-а-а, бляха. Ну у меня, в принципе, еще много полезного, но я пока не хочу ничего переработать. Модернизировать чего? Систему? У вас, я ее модернизирую, надо что-то хорошее будет, да? Ну-ка. А-а, и что? 30... А, 30 энергии нужно? Нихуя не понял, ну ладно. Так, это скафандр, мы его можем надеть, пока что нет, не можем. Пистолет, книжка по выживанию. Живите долго и процветайте, убедившись, что ваш экипаж счастлив и верен вам. Хорошо. Чё ты мигаешь-то? Так, у меня тут делается это, тут делается то. Что с моим экипажем? Все хорошо? Все замечательно. Ну, наверное, я замечу, когда у них что-нибудь изменится, тогда они... Ха-ха-ха, за мной носок не плесит, если что. Ну, в смысле, если что, вот тебе, пожалуйста. Ха-ха-ха, носок не плесится, смотрит. Кукла из носка. Лечит безумие, по крайней мере, так считается. Ну, это какой-никакой, друг, почему бы и нет. Поехали дальше. Поехали дальше, ничего никому не делаю. Пока что легко. Пока что, на самом деле, гораздо легче, чем в 60 секундах, потому что... Ну, типа, наверное, астронавты, а не подготовленнее ко всей этой хуне. Вы нанесли солнцезащитный крем, чтобы избежать воздействия сильных электромагнитных лучей, беспрепятственно проникающих через безвоздушное пространство. Это, конечно, все равно, что мазаться теплым майонезом. Но теперь вы понимаете, что все эти взрослые зануды из вашего детства всего лишь пытались вам помочь. Минус аптечка. Нанесение солнцезащитного крема вас так умиротворило, что вы решили сделать еще одну порцию. Вы смешали оксицинка с другими минералами и оп, получили солнцезащитный крем. Никаких больше ожогов и слез. Ну, хорошо, слезы, может быть, и будут, но хотя бы не из-за вашей красной, как рак кожи. Плюс 20 бутылочек. Вы голодны, Диди очень голодна, Том голоден. А, уже? Окей. 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 Так, бля, отстань. А, ну теперь всем придется раздавать супец, я правильно понимаю? Мы, конечно, можем подождать, но пока... Примите решение. Капитан, что-то не так. В ремесном модуле произошел скачок напряжения. Я ничего не могу с этим поделать. Это не случайность, это саботаж. Кому-то нужно сейчас же починить его или взорвется он, поторопитесь. Так, взорвется ли, поторопитесь. Подожди, а кто у меня с техникой в ладах-то? Одаренный интеллект. Одаренный интеллект. Интеллект обычный. Умный. Бля, ну давайте опять этого поставим чинить. Че ж теперь? На, чини. Окей. Ну че, по супцу будем че давать, нет? Мне кажется, они еще потерпят денечек хотя бы. Хе-хе, потерпят. Поехали. Без супца. Без супца нам заебца. Мы потерпим, и ничего нормального. Ничего страшного не случится. Никто не подохнет. Никто не уряд. День шестой. Замечательно. Том бежит на помощь. Его быстрые действия позволили спасти ситуацию и систему изготовления предметов, которые кто-то испортил. Кто бы мог подумать, что надо было всего-то вытащить шнур питания. Модуль нужно перезагрузиться. Но уже завтра он будет в рабочем состоянии. Модификация завершена. Ремеслый модуль, уровень 2. В ясном сознании Том находится в оптимальном психическом состоянии Теперь он в норме А что с ним было до этого? Он голоден А, тебе на них написано, что где? Окей, можно не тыкать на них Хорошо Экспериментатор, молодец Вы нашли в самом темном углу корабля Парочку заржавевших и раздувшихся банок с супом Наверное, кто-то очень давно поставил их туда А потом совсем о них забыл Не похоже, что это безопасно употреблять пищу Но с другой стороны, это ведь консервированный суп Предполагается, что срок годности не истечет 737 лет Оставить эти банки? Оставим Что, блядь, нас предполагают, что же не оставить-то? Давайте еще денечек Еще денечек по морям голодом, ребят, ничего страшного Нам надо было четвертого взять с собой В следующий раз постараемся Первым делом экипаж с собой взять Так, все, всем пизда Древний суп, который вы нашли, поставил вас в тупик Это и неудивительно Он выглядит так, будто он старше шаттла Но вот он здесь Кто мог его туда ставить? С другой стороны, какая разница? Бесплатный суп Плюс два супца Да что может пойти не так? Том все еще в ясном сознании Вы умираете от голода, капитан Рекомендую найти что-нибудь, что можно съесть Диди умирает от голода И точно стоит пожрать Том умирает от голода Найдите ему какую-нибудь еду Хорошо Пока ничего нового не меняется Ну, допустим Допустим, сегодня будем жрать Так, что здесь? Модернизировать еще что-то могу, да? Что могу? Куклу, может, модернизируем? Давайте попробуем Ну, может, что-то приколу будет Бля, подожди А можно же, наверное, суп такой пиздатый модернизировать, да? Модернизировать... А, здесь нет... Блин, я просто думал с большой сделать огромную банку Ха-ха-ха А чего бы нет-то? Так, модернизация Окей Модернизация есть Здесь что? Капитан Такое ощущение, что наш корабль расшатался Вентилятор возле терминала щелкает А за одной из панелей большой узел из кабелей Я рекомендую провести генеральную уборку Лестницы у нас... Я рекомендую провести генеральную уборку Лестницы у нас нет Может быть, залезете на стул и проверите, что там с вентилятором? Или можете распутать кабели? Давайте, наверное, распутаем кабели Потому что все-таки электричество какое-то Окей Так, теперь нам нужно всем пожрать Вообще всем Вот так Потому что без этого будет беда И завершаем день Ну, видишь, мы в мыше почти что-нибудь Неделю почти просидели Мы неделю просидели без еды А могли бы жрать и терять еду Вы Блядь, кукла сбежала В смысле? Вы и другие члены экипажа Пытались распутать провода за одной из панелей шаттла Это оказалось не так-то просто сделать В расстройстве вы случайно разорвали кабель пополам Ваше нетерпение привело к тому, что контакт под напряжением замкнуло на корпус шаттла Вы и другие члены экипажа получили удар током, который дошел до мозга костей Переработка завершена Переработка? Я же модернизацию делал В смысле, блядь? Ничего, не понял Вам нужно что-нибудь поесть, капитан Дети очень голодны Когда вы проголодались? Вы обнагляли, что ли? Я нажимал же модернизацию, нет? Ебать херня Вот это да В смысле голоден? Я вас только что кормил Вы что, блядь? Черт, вы ведь говорите черт в таких ситуациях, да? Ненавижу повышать уровень громкости Но этот неисправный фильтр для удаления физиологических запахов все еще шумит Кажется, он сломался Чего? Не понял А? Что? Я что-то... А что? Ничего Ну, это логичный вопрос Как бы мне говорят про то, что зла вас какой-то фильтр запахов И предлагают суп, скотч и книжку Может он мне предлагает что-то мне дать? Просто для проверки Пусть он даст мне книжку А, может быть заклеить Скотчем, изолентой заклеить, конечно же Не знаю, что это значит Так, ну допустим Мы что-то модернизировать будем сегодня? Модернизировать Та бля, я не... А давай сломаем систему Я и туда и сюда книжку поставлю Мало что-то случится Блин, ну так-то супца-то нам совершенно мало Подожди-ка У нас суп-то уже кончился У нас было 7 Потом плюс 2 9 На 3 приема пищи хватало На 1 остался? Да, на 1 Вы... Да Вы починили фильтр для удаления физиологических запахов Заменим стершиеся винты скотчем Теперь кабина не пахнет немытыми астронавтами Без этого постоянного шума Который забивал с собой любую мысль Всем стало намного легче думать Диди продолжает выглядеть как человек в ясном сознании Модификация завершена Доступен новый предмет Руководство Исправленное издание Вы больше не голодны Теперь ваше психическое состояние оптимально, сэр Диди больше не голодна И Том больше не голоден Хорошо, я чуть такое Там, где нет перемен и необходимости в переменах Разум погибает Можете быть уверены, что в космосе приключения вам обеспечены Ебать, что такое Обратите внимание, капитан Это весьма необычно Мы регистрируем неизвестные сообщения Но я не могу определить, кто их посылает И что еще важнее Каково их содержимое Может быть дело в помехах Из-за вспышки на солнце А может и кое в чем похуже Вдруг это новый тип советской кодировки Нам надо расшифровать эти сигналы как можно скорее Насколько можно судить От этого зависит наша жизнь Кому хотите поручить прослушивание этот канал связи И человеку с охуенно большим интеллектом Естественно себе Ну, конечно В конце от концов Допустим Все, нормально Так, мы что, будем модифицировать? Модернизировать Нет Переработать Бля, придется супец изготавливать Из десяти А, из десяти Это что такое? Броня! Ебать Маска Руш Артефакт Аптека Так, ну давайте пока перерабатывать что ли Что-нибудь Ахаха Да все Плюс двадцать Это два супца Ммм, пусть Ну это все-таки выживание На хуй нам нужно Так Что здесь было недоступно сейчас? Пульт связи Он не работает Мы же его еще не сделали Так, астронавт Не работает Ну хорошо, поехали дальше Пока никто не голоден Все нормально, поехали Бляха, ну как бы девятый день Еда уже кончается Становится не очень комфортно Становится как-то не по себе День десятый Первый контакт Капитан, вам надо это увидеть Меня не так легко вывести из орновесия Но это один из величайших моментов В истории человечества И созданных человеком Искусственного интеллекта Мы не одни в этой селенной Сигналы, которые мы приняли Наконец-то расшифрованы Их посылают инопланетяне Иначе говорят Другие формы жизни И нет, я не говорю ни о коммунистах Такого мы еще никогда не видели Похоже, в этой галактике Множество развитых цивилизаций Сигналы поступают отовсюду Можно с уверенностью предположить Что с некоторыми из них Мы рано или поздно встретимся Наша, или точнее ваша жизнь Никогда не станет прежним, капитан Вы провели великолепную работу, капитан Родиопомехи, которые вам удалось отследить Указывают на потенциальное место Для посадки на нашем маршруте Расчетное время нашего прибытия На это невестное тело Составляет тело Ничем бы оно ни было Составляет Т5 Да Дети все еще в ясном сознании Сейчас разрешено Хорошо, подожди, что такое Т5 Т5 Т Т Тайм Тайм Время Пять времен Окей, хуево все Я что-то сейчас нажал Ага, спокойно Вот так Так, ладно, допустим Тут чего? Мы столкнулись Мы столкнулись с небольшими Техническими сложностями С пультом связи Другими словами Мы совершенно слепы и глухи Я не могу определить источник неполадки Но регистрирую усиливающийся тональный сигнал Капитан-то бомба Отчет скоро закончится Сделайте что-нибудь, капитан Блять, бомба А у меня бронита и нет Бронита и нет Сейчас все пиздой пойдет Можешь взорвать ее Стрельнуть Давайте стрелем в бомбу Стрелем в бомбу И взорвем нахуй весь корабль Примерно так оно и получится Ха-ха-ха, я тебе серьезно говорю Нам пизда День десятый был последним днем нашего проживания Отлично, как долго Нет, смотри-ка Я думал, так долго не курится Потому что нам пиздос Похоже, что нет таких проблем Которые нельзя было бы решить При помощи насилия По крайней мере, мне кажется Что именно по этой причине Вы начали стрелять в пульт связи И бомбу из пистолета Поздравляю Во время нашего Вашего стрелкового безумия Бомба отключилась И мы выжили Профессионал Капитан, вам стоит быть осторожнее Это была еще одна попытка Саботажа Мы по-прежнему летим К потенциальному месту посадки Расчета времени прибытия Т4 А, Т, это типа сутки, наверное Да, сутки Конечно, сутки Все правильно Сутки, 4 дня осталось Хорошо Типа мы должны Возможно даже выживем Каким-нибудь образом Странным Капитан Вы слишком долго Игнорировали гигиену Полости рта И не чистили зубы Теперь вам нужно Вырвать больной зуб Пока не стало хуже Не переживайте Сильно больно не будет И может быть вам достанется Бесплатная наклейка В соответствии с процедурой Вы получили нужные инструменты Один кусок нитки И одну бутылочку С антисептиком На ней логотип программы Астрогражданин И надпись от руки Антистетик Вам нужен ассистент Вам нужен ассистент Для этой операции Самому себе Бляха, давайте Мне на силу Нужно дернуть Чтобы он быстрее вылетел Поэтому нужно сила Окей Нам нужна сила Так, перерабатываться Мы чем-то занимаемся Нет переработки какой-нибудь Изготовить суп Бля, броню можешь изготовить Броню, броню, броню Броню или Или Блин, давайте Давайте пока броню сделаем На всякий пожар Не знаю зачем Пусть будет броня Но мало ли что-то случится Сейчас, глядь, странцы Какие-то там Эти Инопланетяне ебаные Какие-то неадекватные Нападут А мы без брони Как так-то Так, остается-то три Получается три дня Вы стойко выдержали испытания Но Том был в шоке От отвращения и ужаса И настолько И настоял на том Чтобы выпить весь флакон Антистетика для успокоения нервов Подозрительная жидкость Из флакона Вызвала обморок И очнувшись немного И очнувшись Намного позже Том жалуется На слабость И беспомощность Ох, мы ведь не проверили Срок годности На этой бутылочке Планета это или нет Небесное тело Которому мы летим Приближается Расчетное время прибытия Т3 Диди сообщает Что она рада Что вы ее капитан Том говорит Что рад Что вы его капитан Ну конечно А как по-другому Том Еще бы Ты жив Он жив Все заебись Наша система Переработки воды Перегревается Само по себе Это не проблема В системе есть Хранительные устройства Дело в том Что под ней Мы храним минералы Я переживаю Что любые минералы Даже их остатки Могут расплавиться Или вскипеть Если слишком сильно Нагреются Это может быть опасно Наверное Сработает ручная перезагрузка Но это будет сложно Хотите попробовать Хотим Хотим Окей Хотим Хули нам сработать Не попробовать Ааа Бляха Система Перегревается Сука Опасно Плохо Хорошо Так Все живы Все нормально Все хорошо Поехали дальше Мы уже практически Прибыли Куда бы то ни было Планета Это хуета И что то еще Мы уже практически там День 13 То есть Мы на 15 день Передем Вы решили Вручную Перезапустить Систему переработки воды Это оказалось Сложнее чем вы ожидали В инструкции проекта Астрогражданин К запатентованной Системе переработки воды Есть специальное предупреждение О том Что во время Такого вида ремонта Нельзя выпускать Струйки пара Вы не уследили И струйки пара Распылили Некоторые минералы Которые хранились Рядом со Сука Вам еще повезло Что вас не распылило Минус 40 минералов Обидно Судя по навигационным показаниям Мы по прежнему Направляемся К потенциальному месту посадки Расчет на время прибытия Т2 Том по прежнему В ясном сознании Завление завершено Броня доступна Вы голодны Все голодны Все пизис голодны Ааа Что такое Тихо Спокойно Капитан Это просто великолепно Сканеры нашли контейнер Который дрейфует в косписи Поблизости от нас Интересно что внутри Что будем делать Капитан Попробуем ставить контейнер на борт Конечно попробуем Как без него Без него никак Голодная Очень голодна Думаю нам придется Начинать делать суп Бля Ну они денек Конечно потерпит Ничего страшного Да Потерпит денек Потерпит Хуй с ними Потерпит Не умрут Сейчас прикинь Кого-нибудь затянем Бля Какой-нибудь страшный Мы же практически прибыли Остался один день Таинственный груз Который вчера засекли Сканеры на борту Открывая ящик Через 3, 2, 1 Контейнер был заполнен Кабелями Причем Или кабелями Причем не парочка А просто километрами Кабелей 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 лучше звучит Они привязаны Друг к другу Пробраться через них Было ужасно сложно Но это того стоило На дне этого жуткого ящика С кабелями С кабелями Ладно я буду читать правильно С кабелями Был один шнур Присоединенный Кое-чему полезному Вы нашли Коммуникатор Судя по навигационным показаниям Мы по-прежнему Правляемся Время прибытия Т1 Диди в сознании Том по-прежнему Предан Изготовление завершено Доступен Новый предмет Суп И чё? Ой Пизда рулям В смысле? Капитан У меня баг Не знаю Кто изменил мой код Но последствия Могут быть катастрофическими Вам нужно Открыть мою заднюю панель И провести экстренный ремонт Будете пройти операцию? А шо это? Ловкость И интеллект А интеллект Конечно Интеллектом будем делать Без проблем Так давайте Изготавливать суп дальше Да давайте Потому что суп Нам сейчас нужнее Чем все остальное Мы по- Подожди А мы по идее Должны прибыть сейчас Да Типа выживем, нет? День 15 Хорошо Ой бля Вы добрались До сломанного процессора И решили проблемы Вы так быстро мыслите Когда дело касается Единицы нулей Капитан Мы до сих пор не узнали Кто был саботажником Может быть враги ближе Чем мы думали Капитан Боюсь что у нас на борту Саботажник То он все еще Предан вам Изготовление завершено Вымирайте от голода Лучше поешьте А дайте ей поесть Стоит поесть Хорошо Имеем ввиду Имею ввиду что всем Стоит пожрать Значит мы изготавливаем Еще один супец Окей Здесь что? Сосредоточьтесь Капитан Потому что у меня для вас С ног сшибательная новость Мы приближаемся к небесному телу И кажется это планета Мои сканеры не обнаруживают На ней жизни Зато видят на поверхности Какие-то строения Которые похоже Когда-то были заселены Посадку на управление кораблем Потребует недюжины Физической силы Поскольку вы совсем не зелач Без определенной доли везения Вам с этим не справиться Пометуя об этом Начинать ли мне готовиться К посадке? А я не знаю Подожди Ну как бы силой Тон не обладает Это понятно Но как бы у меня Вон есть чувак Которого сила в норме Можно было наверное Того здорового взять Который мне в руки не выместился Он бы наверное был очень сильный Но бля Что я могу поделать Ну давайте готовиться Похуй Допустим Так О В смысле Истощен 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 Все нормально Все нормально Затем по супцу По супцу Изготавливаем суп Готовимся Готовимся к посадке Мы все сломаем И разобьемся нахуй Ну у нас есть силач какой-никакой Колонизация космоса Хорош Пизда руля Нет Смотри-ка Руль в порядке Ха-ха-ха Мутопия Отличная работа Капитан Мягкой посадку не назовешь Однако вам удалось посадить Шаттл с минимальными потерями Похоже все в порядке Если не считать Некоторых повреждений пульта связи Полагаю Его еще можно спасти Однако на то Чтобы рассчитать Оптимальный способ Проведения ремонта У меня уйдет немало времени Пожалуйста Капитан Сохраняйте терпение Можете пока выйти Из шаттла И отправиться Осматривать окрестности Кто знает Вдруг это место Окажется Свою родом утопией Погодите Я только что промычала А Погодите Я только что промычала Какой странный сбой Я очевидно Хотела сказать Утопией А Изготовление завершено Доступен суп Все голодны Допустим Капитан Модель экспедиции Который находится за кабиной Доступен Хотите совет Прикажите кому-нибудь Надеть скафандр И отправьте его наружу Мы должны узнать Об этом месте Все Что можно Давайте Начинать Осваивать космос Начнем Так предметы Подожди Подождет Всем нужно пожрать Хм Да не Нормально Еще живая Подожди В смысле А как Броня Скафандр Пещера Так Персонаж Оборудование А я то где Не понимаю Болото Ущелье Пустыня Давайте А они разные Ебать А что это значит Угроза то Темно А угроза темнота Понял Здесь угроза темнота Здесь угроза Подтвердить Нет Угроза Химическая хуита Ну наверное сюда Типа радиация У меня же Скафандр Должен защищать В конце На болото Пойдет У меня Ты А ловкость Ты пойдешь Конечно же Так Хорошо Так Это что я ей дам С собой Да Броню дать И зажигалку Зажигалка для света Подожди Ну хватит Наверное Мне кажется Она не переживет Эт экспедицию Ну ладно Ха-ха Покормить бы ее Капитал Окей Подожди-ка Маска Больня Ну давайте Я сделаю Наверное Ну давайте Я начну делать Суп Потому что Все-таки Его не хватает Дико И жутко Давайте Продолжай Изготавливаю Суп Потому что Мне пригодится Так Этот ушел Тут нас чего Осматривая Наружную часть Шаттла Вы наткнулись На что-то Наполовину Закопанное В землю Несколько минут Вы потратили Пытаясь Раскопать Предметы В результате Увидели Нечто Похожее На банку С супом Зажатую В каменной Руки Вы можете Попробовать Силой Вытащить Банку И возможно В процессе Повредить Статую Или оставить Предмет На месте И потратить Некоторое время Осматривая Его на месте Но может Лучиться Так что Позже Эту банку Будет сложно Найти Буря Быстро Заносит Вещи Блин Давайте Интеллектом Все-таки Он придумает Наверное Как-нибудь А мы Ждем Возвращения Диди Френдзона Нормас Это к чему В смысле Чей Да И руку Которой Ее держал Но потом Банк Опять Скрылась Под землей Вы задумались Каким Именно Образом Мы смогли Найти Что-то Знакомое Даже В этом На планетном Рододушном Мире Эта мысль Вас Успокоила И Отче И это Очень Даже Неплохо Для нынешних Обстоятельств Мы По режнему Начеку Изготовление Завершено Доступен Суп Хорошо Ой Че-то Пизда Здесь Капитан Нам Чтобы обойти Поврежденные Подсистемы И подключить Доступ К внешнему Передатчику И приемнику Шаттла Давайте Давайте Так и сделаем Согласен Поддерживаю Заебись Все пока живы Все хорошо Сейчас у нас Диди придет Я так понимаю Правильно Нет Привет Мир Действительно Здравствуйте Пизда Чувак С ума сошел Какой успех Капитан Коммуникатор Подключенный К пульту связи Работает как часы Внешний вид Опустим Ведь мы Наконец-то Можем получать Сообщение Отвечать на них Теперь нам Осталось только Дождаться Когда кто-нибудь С нами свяжется Кто-нибудь Обязательно Нас найдет Рано или поздно Можно сказать Что Том был Сегодня восхищен Тем что мы Сегодня достигли Он почти улыбнулся Значит еще есть Надежда капитан Вы все еще Полностью психически Уравновешены Диди еще не вернулась Том продолжает Выглядеть как человек Вся в самом сознании Вы умираете от голода И побыстрее И Том тоже умирает От голода Поэтому давайте Мы будем продолжать Делать суп И кормить Всех едой Соответствие Чего? Подожди Капитан Мы получаем Какую-то передачу Очень неразборчивый Сложно расшифровать Но мне кажется Удалось понять Какую-то его часть Сообщение повторяется И звучит примерно так Корова любить Мы любить Корова нет Мы не любить Понятия не имеешь Что это значит Если это какая-то загадка То нужно более Нестандартное мышление Чем встроено в мой код Стоит ли нам Что-нибудь Предпринять В связи с этим сообщением Стоит Но мы не можем Мы не можем Поэтому давайте На этом собственно И заканчивать И этот день И сегодняшнюю серию Следующей серии продолжим Пока что Игрушка Довольно сильно Отличается От первой Так сказать Части Хотя это не первая часть Капитан Странное сообщение Продолжало транслироваться Через коммуникатор Вы решили ничего не делать По какой-то причине Из него И вы И Том Все больше и больше Хотели есть Когда передача Наконец прекратилась Ваши желудки урчали так громко Что наверное смогли бы Заглушить трансляцию Есть ли какая-то Причина-следственная связь Между фактом Что вы решили ничего не делать С таинственным сообщением И вашим повышенным аппетитом С научной точки зрения Это сомнительно Но кто знает Чем может удивить эта планета Вы по-прежнему В ясном сознании Диди еще не вернулась В том все еще сознание Изготовленный суп Вы голоды 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 Все хорошо Так Все хорошо Сюда я тыкать не буду Мы начнем с этого же места В следующей серии Вон там Не египетские пирамиды Там что-то другое Что-то новое Диди еще не вернулась И как бы Опять-таки Повторяюсь Игра очень сильно Отличается от первой части Весьма пока что Занятно и интересно Живем мы довольно долго Даже первый раз В следующий раз Все будет наверное повторяться Если мы начнем заново А может быть и нет Короче Разберемся Ссылка на плейс в описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик На втором комментируте Ставьте лайки Смешки Ребятушки Всем пока Раньше здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok